Уже на этой неделе стартует чемпионат мира подседок. К сожалению, спортсмены нашей сборной в нем участия не примут, но это сделает их только сильнее, и на следующих первенствах они обязательно завоюют заслуженные награды. А пока давайте узнаем, кто, по мнению тюменцев и дзюдоистов, станет чемпионом в различных весовых категориях. Шамсудин, как ты думаешь, кто станет чемпионом мира в 60 кг? Ну, я считаю, что двух лидеров я бы мог выделить, кто именно станет чемпионом. Это казах-илдос-сметов и японец-наухи-садакатов. Шамсудин, как ты думаешь, как бы ты отборолся с ильдосом-сметовым? Ну, тут два варианта с такими спортсменами. Либо если ты высокий рост, их надо грузить сверху, либо если ты более низкого роста, на одном уровне с ильдосом, надо его опережать. Это, конечно, было бы тяжело, но я бы постарался бы его опережать. Люб, как ты думаешь, кто станет чемпионкой мира в твоей весовой категории? Я очень сильно болею за Кристо Дегучи. Она не первый номер мирового рейтинга, но я надеюсь, на этот мир она соберется и хорошо отборется. Вот представь, вы с ней выходите на схватку, как бы сложилась ваша встреча? Я думаю, тяжело для меня, но я бы старалась, конечно, брать молодостью, старалась бы работать с правым отворотом, сбивать ее больше, двигаться, забираться у верхней и осторожничала бы в портре, потому что она очень хорошо там борется. Думаю, в категории до 90 килограмм станет Лаша Бекури, так как он является олимпийским чемпионом. Думаю, на него большая ставка, что он станет чемпионом мира. Он борется вправо, ты борешься влево. Что бы ты ему противопоставил? Лаша Бекурица борется в плотной борьбе. Думаю, я бы смог бы навязать свою плотную борьбу ему. Я думаю, что первое место все-таки займет 23-летняя француженка Роман Дико, потому что она была бронзовой призеркой Олимпиады в Токио. Хорошо, а как ты думаешь, как бы сложилась ваша с ней встреча? Вообще, я с ней боролась уже три года назад на баровне в Австрии и смотрю ее встречи на каждом старте. Она прошла и делает все время скрутку. Я бы начинала с ее правой, потом брала бы свой верхний захват и уже от ситуации отталкивалась и постаралась бы делать какие-то броски. Джалат, как ты думаешь, кто станет чемпионом мира свыше 100 кг? Ну, если бы допустили сборную России, думаю, выиграл бы и Налта Сваев. Так, я думаю, выиграет грузин Гурам Тушишвили. Как ты думаешь, как бы прошла ваша с ним схватка? Ну, думаю, я бы вышел, показал бы себя на все 100, одержал победу. Но мы в этом не сомневаемся. Я думаю, в плотной борьбе вы с ним зарубились бы. Возможно, в плотной, возможно, на руководах. Как пошло бы, я не знаю. Я уверен в себя. Теперь мы знаем претендентов на мировое чемпионство, по мнению тюменских тюдоистов. Желаем им в дальнейшем выйти на такой же мировой уровень. А кто, по-вашему, станет чемпионом мира в этом году? Ждем ваших фритов в комментариях. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok